Звенигородский городок Кремль города Звенигорода Московского, бывшая резиденция Звенигородских удельных князей. Звенигородцы издавна называют это место городком «Звенигородский городок до XIV века». Археологические данные говорят о наличии укрепленного поселения на месте Звенигородского городка со второй половины XII – начала XIII века. Первое известное письменное упоминание Звенигорода встречается в духовной грамоте московского князя Ивана Даниловича Калиты в 1339 «Осэ даю сыну, своему Ивану Звенигород, так город становится центром удельного княжества Ивана Ивановича, сына Калиты». Известно, впрочем, что первые звенигородские князья обычно жили в Москве. Это свидетельствует о том, что Звенигород не был в то время хорошо отстроенным городом и воспринимался прежде всего как опорный пункт на подступах к Москве. В то время он, видимо, располагался в пределах городка. Скорее всего, в те времена городок был укреплен довольно примитивно. Он располагался на высоком холме на левом берегу Москвы-реки. Естественными преградами служили также маленький приток Москвы-реки Жерновка, а также овраги и окружающий город густой сосновый лес. По археологическим данным, с XII века здесь существовал небольшой вал, укреплявший городок с северной стороны. Поверху вала, а также по кромке естественного края, холма была, видимо, возведена из гора с бревен. Археологи не исключают, что существующий сейчас с напольной стороны холма враг был некогда рвом, выкопанным самими жителями города. Городок при Юрии Звенигородском. По завещанию Дмитрия Донского в 1389 году Звенигородское удельное княжество досталось его второму сыну Юрию Дмитриевичу, который превратил Звенигород в подлинную столицу своих владений. Жил здесь почти постоянно до 1425. В годы правления Юрия Дмитриевича город был укреплен системой земляных валов. Внешняя сторона вала была покрыта глиной. Его крутую наклонную плоскость достаточно было слегка палить сверху водой, чтобы сделать неприступной. По гребне вала выселись мощные деревянные стены с башнями и бойницами. В 1395 году в самом центре Кремля князь строит деревянные золотоверхи и серем дворец. Около 1399 в центре рядом с ним возвели белокаменный Успенский собор, который соединялся особым переходом с дворцом. В 1382 и 1408 году городок был взят татарами. Городок в позднейшее время, 1492 году деревянная крепость по садам окончательно была присоединена к Москве. В 16-17 веках стратегическая роль в Звенигородского городка зависела от положения дел на западной границе. Когда в составе Московской Руси находился Смоленск, городок не имел особого значения в качестве крепости. В середине 17 века более важным форпостом стал укрепленный царем Алексеем Михайловичем, находящийся неподалеку Савино-Сторожевский монастырь. От древнего городка сохранились земляные валы и Успенский собор. Рядом с Успенским собором в 1893 году была выстроена небольшая деревянная богоявленская церковь в псевдорусском стиле для богослужений в зимнее время. Время, она сгорела в 1920-х. В настоящее время на ее месте построен новый небольшой кирпичный храм.